Каждого из вас на служении, давайте мы с вами, если вы не против, помолимся, прежде чем будем приступать к слову, потому что сегодня такое слово интересное, оно как всегда немножечко будет такое провоцирующее, кого-то мне, я верю, что Бог вообще провоцирует в Доме Божьем, знаете, я верю в это, это как муж с женой, вот, ну, есть здесь семейные пары, ну, вы же провоцируете друг друга, ну, давайте будем честными, она делает, знаете, прическа говорит, ну, как тебе, для чего она спрашивает? Ну, она сама прекрасно видит в зеркале, как прическа, нормально же, она же его провоцирует, она хочет, ну, вот, наливаюсь на комплимент, вот, вот, жду, ожидаю, и мужчина, знаете, сделает такое, говорит, скажи, а, видишь, как я, а, видишь, вы что думаете, он хочет в этот момент, чтобы вы сказали, да, можно и лучше сделать, нет, он ждет, чтобы сказали ему, что вообще ты мощный, вот ты человечище, поэтому, друзья, я верю, что в Доме Божьем Бог иногда нас тоже провоцирует, и это хорошая провокация, правильная, нужная, которая должна вывести нас немножечко из состояния, когда у нас все в порядке, все хорошо, и он нас провоцирует, он всегда в лучшую сторону нас провоцирует, знаете об этом? Ну, Сережа знает, Сережа молодец, а Сережа мой сынок, никто не смотрел, это была такая юмористическая программа, там был целый такой, Сережа молодец, а Сережа мой сынок, ну что, давайте помолимся, дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарны Тебе, благодарны, Господь, потому что сегодня мы слышим Твое Слово, мы знаем Твое Слово, Господь, но Ты раз за разом, Господь, Ты возвращаешь нас к Твоему Слову, как Церковь Твою, как невесту и возлюбленную Твою, Ты возвращаешь нас, Господь, глубинам, откровениям, истинам с Твоего Слова. Господь, Ты сказал, что Слово Твое, Господь, оно живо и действенно, оно, Твое Слово, оно острее всякого обоедоострого меча, и оно способно проникать в глубины нашей души, и того, кого нужно исцелять, оно способно исцелить, того, кого нужно ободрить, оно способно ободрять, Господь, кого нужно обличать или обрезать чем-то, оно способно и это совершить. Но самое прекрасное, что Слово Твое, Господь, которое Ты послал, оно никогда не возвращается, оно не бывает тщетным, оно не возвращается к Тебе, не исполнив то, для чего Ты его посылаешь. Господь, я верю сегодня, что есть Твоя благодать, есть сегодня Твое откровение, есть сегодня Твое присутствие, есть сегодня Твоя воля, Господь, чтобы это слово сегодня, оно испытывало наши сердца, оно испытывало наши жизни, Господь, оно прикасалось к нашим жизням, Боже, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. И я, друзья, я очень ревную о этих двух месяцах, два месяца в нашей церкви, два месяца, когда мы говорим, друзья, о соединении духовного и нашей жизни, о соединении нашей веры и нашей жизни. Я скажу вам честно, друзья, я убежден абсолютно, я абсолютно убежден, кульминацией, мы начнем об этом говорить чуть позже, кульминацией этого должно быть и будет всегда, это слово о святости, это святость, потому что святость, друзья, это тогда, когда моя жизнь подчиняется законам слова Божьего, законам истины Божьей, даже тогда, когда мне это не очень удобно, не выгодно или не нравится, правда? Это самое важное, научиться так жить, научиться так жить. Я сегодня хочу, знаете, может быть, бросить такую реплику, возможно, кто-то из вас слышит, не просто возможно, я уверен, я абсолютно убежден, кто-то из вас слышал, а кто-то иногда даже говорил такую фразу, я не хочу иметь общего ничего, никаких дел, никакого бизнеса, ничего не хочу иметь с христианами. Кто слышал когда-нибудь такую фразу? Может быть, даже вы ее сказали, сгоряча, потому что, когда вы сказали ее сгоряча, друзья, почему я говорю сгоряча, потому что, знаете, эта фраза очень сильная, когда ты говоришь, не хочу иметь с ними ничего общего, тебе предстоит, знаете, есть такой принцип, когда ты показываешь одним пальчиком на кого-то, смотрите внимательно, тремя пальчиками, ты показываешь на самого себя. И тебе надо так серьезно, если ты говоришь, я не хочу иметь ничего общего с христианами, и при этом ты христианин, то ты как бы задай себе вопрос, что, возможно, и с тобой кто-то не хочет иметь дело. Почему, друзья, так? Почему? И я верю, еще раз говорю, я знаю, возможно, ну, возможно, иногда мы бываем, о, просто хотелось бы, чтобы была такая добрая проповедь, где мы послушали. Но послушайте, друзья, проповедь Слова Божьего, Библия говорит нам в послании Тимофею, первое послание Тимофею, третья глава, написано очень просто, Слово Божье полезно, кто напомнит, для чего? Для научения. Для чего? Обличения, для наставления. Друзья, Слово Божье полезно, то есть оно имеет пользу, оно приносит пользу в нашей жизни. И не просто для того, чтобы, знаете, как, знаете, такая психотерапия позитивная, о, все будет у тебя хорошо, все будет у тебя хорошо. Тогда нам предстоит, друзья, некоторые книги, Левита, там, числа, их надо выкинуть вообще из Библии, потому что там вы, вы, прям там не сильно-то и найдешь такого позитива. Плач Еремии. Друзья, это серьезные книги, глубокие книги, и они тоже полезны. И я верю, что эта проповедь, друзья, она также будет полезна. Хочу сегодня ее прочитать, я обожаю сегодня, вот это место из Писания, которое сейчас мы будем читать, я просто, мое сердце, оно, есть красивое украинское слово, оно крается. То есть оно и страдает, и радуется, оно реагирует, оно буквально, знаете, вот реагирует на каждый раз, когда я с ним сталкиваюсь. Возможно, вам придется, возможно, я бы хотел предложить и вам полюбить сегодня это место из Библии. Давайте откроем с вами первое, третье послание, простите, третье послание Иоанна, первая и единственная глава этой книги из Библии, мы будем читать второй и третий стих. Возлюбленный, кому это обращение? Кто-то скажет Думена, да? Но не просто. Это обращение, друзья, к возлюбленному. То есть не просто к человеку, а к человеку, который является объектом не симпатии, а объектом устремления сердца. То есть, мое сердце не повернуто от тебя, мое сердце не в нейтралитете в отношении этого человека. Апостол Иоанн, Бог через апостола Иоанна обращается и показывает о том, что оно любит этого человека. Я открыт, я хочу, я устремляюсь, мне нравится этот человек. Не внешне, вы поняли, не в плане там физическом или душевном, просто мое сердце идет навстречу к тебе. И он говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Третий стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Я, друзья, здесь эти два стиха, здесь нужно каждое слово, не просто разбирать, нужно взять каждое из этих слов, и его нужно примерять на себя, как элемент одежды, которую вы собираетесь купить. Вы же когда одежду покупаете, меряете ее или нет? Или так, знаете, там, чехол для танка, мой размер. Ну, не так же, правда? Ну, вы же одеваете на себя одежду, вы смотрите, знаете, ага, этот цвет там полнит, или там стройнит, ну, как-то же вы для себя это примеряете. Ну, я точно примеряю на себя это. Так вот, друзья, точно так же это слово. Смотрите, можно навернуть на второй стих? Во-первых, обратите внимание, он говорит, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Что такое душа? Душа, друзья, это то, что обнаруживается, это то, кто мы есть после того, как мы встретились с Богом. Вы знаете, я смотрю, я не знаю, где Саша Мадиевский был, что-то Сашу не вижу. Где-то, где-то Саня, ладно. Я вспоминаю сегодня, я смотрел на Сашу, и вдруг я вспомнил о нем, вспомнил о том, когда он пришел. Я не знаю, кто помнит, пастор, вам был ты на Новый год тогда или нет? Когда он пришел, я помню, пришел такой вообще, знаете, забитый совсем, ну, не в той кондиции. И, знаете, сегодня я могу сказать, глядя на него, смотрю, думаю, Боже мой, преуспевает душа человека. То есть, его внутренность после встречи с Богом, она изменилась. Но кто из вас заметил, друзья, что после того, как наша изменилась внутренность, душа, наша жизнь поменялась от встречи с Богом, наверное, вы успели заметить, что жизнь автоматически вот так вот, пах, она не подтягивается туда. Заметили или нет? Что, ну, не подтягивается. То есть, если ты в прошлом, извини меня, там наследил, то оно автоматически не меняется. Оно не переписывается, как будто бы заново поменялись. Мы любим это место из Писания. Кто во Христе, тот новое творение. Да, но твоя жизнь, друзья, жизнь, она еще не меняется. И это об этом как раз пишет здесь Бог через апостола Иоанна. Он говорит, твоя душа преуспевает. Он говорит, но я также молюсь, чтобы и во всем, а все это и есть наша жизнь, чтобы и твоя душа, она точно таким же образом отражала эту прелесть, это великолепие, эту красоту тех перемен, которые произошли у тебя внутри. Дальше смотрим, третий стих. Ибо, он говорит, я весьма обрадовался. Чему он обрадовался? Что братья пришли, и они засвидетельствовали. Что это означает? То есть, они рассказали, и не просто какие-то слухи, а буквально два или три из них, они с уверенностью, они с убедительностью, они с подтверждениями сказали, что ты, что такое ходишь? Живешь. Это синоним слова живешь. Ты живешь в истине. То есть, то, во что ты веришь, абсолютно соответствует тому, как ты живешь. Смотрите, он говорит, я очень обрадовался этому. Друзья, как вы думаете, если Бог через Аиана пишет своему возлюбленному ученику, пишет церкви своей, пишет каждому из нас, неужели вы думаете, что сегодня Бог не радуется, когда Он видит, что и мы живем в истине? Абсолютно радуется. Абсолютно Его сердце ликует. Абсолютно Его сердце торжествует. Бог этого ждет. Он этого хочет. Я знаю, что многие, ну, немногие, возможно, кто-то из вас, возможно, у вас так вышло в жизни, что вы стратили немножко. Здесь такое, помните, слово из детства? Стратили. То есть, что-то не получилось у вас, что-то пошло не по сценарию, не по плану. Ну, так бывает иногда. У Бога есть на это ответ, но сегодня не об этом. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог ожидает от каждого из своих детей, чтобы наша жизнь вполне соответствовала тому, во что мы верим. Кто-нибудь на это хочет сказать Аминь? Не может, а хочет. Потому что, друзья, это серьезная вещь. И сегодня тема проповеди, как я уже сказал, она такая немножечко попровоцирует вас. Давайте посмотрим. Тема проповеди звучит следующим образом. Кто мне прочитает, что здесь написано? Что написано, кто скажет? Да. Фух, да. Не знаю. Не знаю, друзья. Каждый должен, каждый может увидеть в этом свое. Вы знаете, мне ключевое нравится слово «жить». Я для себя отметил слово «жить». Знаете, «жить» — это то, о чем пишет Иоанн. Он сказал, что я весьма обрадовался, когда они сказали, что ты живешь в истине. Живешь в истине. Друзья, жизнь, она всегда была, есть. И в церкви она останется предметом проповеди. Что является предметом проповеди? Некоторые люди говорят, о, предметом проповеди является мое хорошее и доброе настроение. Друзья, тогда вам на концерте, я не знаю, кого там, ну, стендап, Максим Галкин, там, кого хотите. Но это не об этом речь. Или квартал сходите там, посмотрите. Дизель-шоу. Жизнь, друзья, она является предметом проповеди. Предметом проповеди в церкви является жизнь. Но вот здесь, на самом деле, вопрос такой к вам, опять же, провокационный сегодня. Как вы думаете, тот, кому Иоанн адресовал эти слова, что он читал бы в этой теме проповеди? Он бы сказал, Иоанн, камон, хватит, ну, давай, ну, что за такое, все взрослые люди уже, хватит меня учить жить. Не учи меня жить. Нет, друзья, я уверен, абсолютно убежден, что тот, кому Иоанн адресовал эти слова, он бы сказал ему, говорит, слушай, научи меня еще. Дай мне еще, дай мне разумение, дай мне понимание. Я хочу еще больше, чтобы моя жизнь, чтобы я ходил в этой истине, еще раз, не просто знал ее, чтобы я ходил в этой истине, чтобы я мог жить в этой истине, чтобы я не придумывал, какой она может быть или должна быть, потому что живу я не так, как говорит обо мне истина. Мы сегодня об этом тоже будем говорить, друзья. Итак, сегодня тема проповеди, повторюсь, каждый ее по-своему как-то сделает. К сожалению, к сожалению, когда человек обращается к Богу, когда сердце человека обращается к Богу и начинается наша жизнь после покаяния, после молитвы покаяния, начинается наша жизнь. Первое время, конечно же, вы знаете, кто-то, может, сталкивался или нет, это время называется время благодати. Это время, когда нам кажется, что Бог, Он слышит мои молитвы, которые даже не надо их произносить. Просто надо что-то сказать там внутри, подумать, и все нормально, правда? И все тебя слышат, все понимают, все с тобой на одной волне, и Бог, и Земля, и небо, и все, вся Вселенная слышит мой голос. А потом приходит момент, когда ты начинаешь понимать, что, слушай, тебя никто вообще не слышит. И иногда ты обращаешься к Богу, и Он не слышит. И вот в этот момент, когда мы начинаем понимать, что то, во что мы верим, и наша реальная жизнь, она чуточку отключается, я люблю, мне нравится одно из, наверное, у меня таких вещей, я люблю называть вещи своими именами. Если вы когда-нибудь были на приеме у стоматолога, и вам нужно там серьезное вмешательство в зуб, что первое делает стоматолог? Он обкалывает ваш зуб. Причем, знаете, такое, он уколол меня там 4 или 5 раз, проходит минут 15, он сидит, говорит, подстукал, ну как, чувствуешь? Я говорю, да, он говорит, колем еще. Он обкалывает так, чтобы ты ничего не чувствовал, и потом он там проделывает манипуляции. Слава Богу, что не снимают, что он там делает, потому что если бы снимали, и он мне это показал, я бы точно в обморок упал, наверное. Вы понимаете, он что-то там делает, вот так. Я смотрю, он вспотел, что-то делает там. Я думаю, боже мой, это же там, ну, у меня же вроде там не мастерская по ремонту деревянных изделий. А он там, подержи, вдвоем давай, помоги мне. Знаете, когда врач говорит, говорит, помоги мне, и в 4 руки начинают. В одном рту в 4 руки. Вы понимаете? И тебе кажется страшно, но ты не чувствуешь ничего. Время, да, время благодати. Наркоз действует, а потом ты выходишь, и к вечеру ты начинаешь чувствовать все, что они там делали. И он тебе говорит, не месильчик попейте. Говорит, сразу предупреждаю. И вот точно так же, друзья, но только духовного немесила не существует. Почему? Потому что в этот момент Бог хочет что-то нам говорить. И вот, когда с этим сталкиваешься, я как пастор, я с этим сталкиваюсь, мне же приходится общаться с людьми. Как дела? Хорошо. Я говорю, а если убрать эту улыбку? Говорит, все плохо. Понимаете, о чем я говорю? Ну, понимаете, да, помните? Так вот, друзья, в этот момент реальная жизнь людей зачастую описывается примерными словами. Я их записал, но я бы хотел, чтобы вы их услышали. Я и без вас знаю, как надо жить. Я просто не хочу так жить. Знаете, есть множество людей, которые вот так, кто-то скажет, ну, я так не говорил. Возможно, вы и не сказали, но вы точно так думали. Я и без вас знаю. Вы знаете, самый большой вызов на проповеди пастору сказать что-то новенькое. Я вам сразу открою секрет. Я не энциклопедия, и я не здесь не для того, чтобы впечатлять чем-то новеньким. Я не, как бы это объяснить, я не первооткрыватель. Я не Амунд Сентом или кто-то еще. Я не Васка да Гамма и не Христофор Колумб в Библии. Понимаете, нет ничего нового, чтобы я мог открыть вам. Возможно. Ну, может, кому-то могу, но не всем. Я не могу открыть нового. И моя задача не заключается в том, чтобы открыть новое. Моя задача, чтобы вы с этим вопросом, который у вас есть, а он есть у вас, еще раз. Давайте мысль эту. Я и без вас знаю, как надо жить. Кто из вас знает, как надо поступать? Все. Да мы знаем, как надо поступать. Большинство из нас мы знаем. Но вторую часть этой фразы, мы ее вообще не хотим озвучивать. Я просто не хочу так жить. Мы знаем, мы все знаем, как правильно питаться. Боже мой, да сегодня любой из вас может сделать марафон по питанию. Вы в курсе об этом? Мы все знаем. Мы знаем, что с чем можно соединять. Что с чем можно кушать. Чего с чем не надо кушать. Все знаем. И когда ты человека прижимаешь уже, знаете, так, ну, прижал к стенке, в этот момент начинает вылазить самая такая, мы начинаем извиваться, и самое такое извивание. Окей, ладно, я так его написал себе. Написал, они говорят, ладно, если вы меня совсем уже прижали, то я скажу, а я не могу так жить. Попробуй что-то на это ответить. А я не могу так поступать. А я не могу. Или, знаете, еще, а я не имею сил это делать. Это вообще, знаете, такое, я все знаю, но у меня сил нету так делать. Скажите, что вы скажете в этот момент человеку? Он все знает, не делает. Что бы ты ему ни рассказывал, он все знает, у него просто сил нету. Что, вот что ему сказать, скажите? Да нечего вам сказать, вы знаете об этом? Нечего. Но я открою вам страшную, приятную правду. А вам не надо ничего говорить, потому что этот человек, он должен внимательно поставить, для себя акцент в этой проповеди. Что он хочет? Либо он хочет здравствовать и преуспевать, как преуспевает его душа. Либо второй вариант его вполне устраивает, и надо просто вот здесь повесить такую табличку. Не учите меня жить и приходите с ней на проповедь. Тогда просто возникает вопрос, зачем ты туда приходишь? Знаете, есть множество верующих людей, которые говорят, а зачем мне приходить в церковь? Ну, вполне логично. А зачем? Зачем приходить туда, где тебя будут учить жить? Если ты жить не хочешь, ну, и ты сам знаешь, как надо, или жить ты просто не хочешь так. Ты знаешь. Вы понимаете, каждая проповедь, которая сталкивает нас с тем, друзья, что мы и так знаем, вы знаете, что она вызывает в людях обычно? Раздражение. Ничего другого она вызвать не может. Она вызывает раздражение. Слава Богу за Духа Святого, который сегодня как наркоз. Боже мой, я думаю, если бы не было Духа Святого, то к концу проповеди, наверное, тут нормально бы перепало. Тому, кто проповедует. Но мне бы хотелось все же, друзья, чтобы мы с вами это попробовали услышать. Итак, это печальная реальность, но можно ли это исправить? Давайте откроем с вами послание Римлянам, 7 глава, 19 стих. Римлянам, 7, 19. Итак, апостол Павел пишет нам, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Кому знакомо это состояние? Многим оно знакомо. Я знаю, что существует сегодня течение, которое говорят, не надо вообще не думая злом, просто думая хорошим. Если ты думаешь, если ты веришь хорошим, просто живи верой. Знаете, такое, ну, такие, они, ну, они выключены, выключаются вообще. Они такие, у них вообще все другое. Я на эту тему всегда у меня, я люблю неканонические притчи. У меня есть одна из любимых неканонических притч, я не знаю, кто-то слышал или нет про еврейского раввина в субботу, не знаете, как он ходил? Идет Рави в субботу, смотрит, лежит на дороге 100 долларов. А в субботу можно поднять или нет, кто мне скажет? Нельзя, правда? А 100 долларов? Значит, Рави стоит, и все же за ним наблюдают. Все, когда толпа зевак, все так, краем глаза, что ж он сделает? Он стоял, стоял, стоял такой, о, наклоняется, забирает деньги в карман. Ему сразу все подбегают, Рави, а как же так? Суббота, а нельзя же делать. А он такой говорит, а вы не поверите, братья. Говорит, я остановился и начал молиться. И Господь мне говорит, у всех суббота, а у тебя четверг. Вот понимаете, иногда мы так хотим, друзья, чтобы у нас так получилось. И вот в этот момент, когда мы хотим, чтобы у нас получилось, понимаете, в этот момент мы говорим, у меня все хорошо, у меня все нормально. Мы себя уговариваем, как бы, знаете, сами себя убеждаем в том, что, а у нас все по-другому, для меня вот это не то. Но, друзья, реальность жизни, если вы честный человек, если вы действительно искренний, по-настоящему искренний человек, послушайте, искренним быть, это не искренне вываливать все, что у тебя есть. Быть искренним, это означает искренне одевая на себя Слово Божье, либо ободряться им, либо обличаться им. Послушайте, Слово Божье, это не футболка, которую вы покупаете в магазине, в которой вы говорите, мне это нравится, а это не нравится. Слово Божье не может нравиться или не нравиться. Оно либо тебя ободряет, и это хорошо, либо оно тебя обличает, и это тоже хорошо. Вы в курсе? И то, и другое, это прекрасно. Так вот, друзья, это слово, смотрите, апостола Павла, он говорит, что оно говорит? Оно говорит о нормальном, нормальном, повторюсь еще раз, это нормальное состояние каждого искреннего христианина. Когда ты периодически, временами, а иногда и довольно-таки бывает продолжительный кусок времени, ты понимаешь, что твоя жизнь, она похожа на вот это место из Писания. Я хочу делать хорошее, но я его не делаю. Плохого не хочу делать, но делаю. Скажите мне, пожалуйста, это состояние плохое вообще или нет? Это прекрасное состояние, я бы сказал, даже нереальное апостол Павла, я бы сказал, это прекрасно. Знаете почему? Я сейчас открою вам одну тайну. Ну, подумайте об этом, поразмышляйте. Друзья, это самое классное состояние, потому что это слова самого искреннего человека на земле. Только искренний, смелый, честный, открытый и целостный человек может сказать это о себе сквозь века. Вы понимаете? Апостол Павел на всеобщее обозрение выносит свое состояние. Он говорит, друзья, я христианин, я апостол, я помазанный, я сегодня тот, который проповедует людям, но я говорю вам о том, что и у меня есть такое состояние. Я хочу вам сказать, друзья, кто может быть увлекается или, если вам интересно, будет посмотреть историю церкви, был конфликт, очень серьезный был конфликт у апостола Павла и у апостола Петра. Об этом конфликте даже целые там теологи, они делают целое исследование. Он не только связан был, что апостол Петр там ел с язычниками, а потом спрятался. Не об этом речь. Конфликт был в следующем. Были ученики, которые знали Христа лично, его апостолы, и был апостол Павел, который не встречался с ним, но он приходит, и у него есть миссия, которую ученики, ну, вы понимаете, оно у них было выходящее за их разум, за их пределы. Они максимум хотели служить еврейскому народу. Но тут приходит апостол Павел и говорит, Бог меня послал служить язычникам. И им нужно поставить на это печать, им нужно одобрение на это поставить. Это серьезный внутренний конфликт. Я вам гарантирую, друзья, это у каждого из нас будет такой момент. Но апостол Павел честный, он говорит здесь, друзья, есть доброе, которого хочу делать, и я его не делаю. И есть злое, я не хочу его делать, но у меня иногда получается это делать. И я хочу, чтобы мы с вами поняли, что это место из Писания, нам нужно его, нам нужно им не оправдываться сегодня и не осуждать себя. Нам нужно принять это место из Писания как отправную точку для того, чтобы наша жизнь, реальная жизнь, она соответствовала тому, во что мы верим. Еще раз повторюсь, я не знаю, я, конечно, понимаю, что я проповедую сейчас проповедь, которую, наверное, ну, не все прям вообще, ну, вы вообще, как правильно сказать, я не уверен, что вы слышите эту же проповедь, если честно, до конца все, но я очень хочу сегодня разъяснить, объясниться, по крайней мере, открыть свое сердце, я не знаю, пастора помогите, понятно? Объясняюсь, окей. Еще раз, чтобы наша реальная жизнь, она соответствовала, повторяюсь, тому, во что мы верим. Вы знаете, для меня христианство в 95-м году одной из ключевых, одной из поворотных моментов, знаете, пунктиков в моем христианстве стало то, что я увидел, что, оказывается, можно так жить. У нас недавно, вот давайте так, с другой стороны зайду, у нас была поездка на прошлой неделе с пастором Иваном, мы ездили, и я разговаривал с одним офицером, он психолог у себя в части, то есть это офицер, который работает психологом, и, конечно же, мы так, знаете, один на один мы с ними разговариваем о Боге. И я с ним разговариваю, я чувствую, знаете, такое, как, знаете, такой пинг-понг такой эмоциональный, то есть я ему там как-то, знаете, по-хорошему, он мне по-хорошему, позитивный такой человек, но как, знаете, стена, вот стена, как за стеной сидит он. И я ему сажусь, говорю, Леша, слушай, давай так, ну, по чесноку. В чем прикол? Ну, почему? Что, почему ты закрытый такой? И он мне тут, знаете, такой, я не знаю, я молился перед этим так целую ночь, ну, не всю ночь, конечно, но ночью молился, говорю, Господи, дай нам поговорить с ним. И вот тут он открывается навстречу, он говорит, послушай, очень классная мысль. Он говорит, ты понимаешь, я ничего не имею против Бога, я имею многое против церкви. Говорю, в чем вопрос? Он говорит, ты понимаешь, я не понимаю, как могут священники жить лучше, чем бабушки, которые приносят им деньги? Хороший вопрос, вы знаете, ну, хорошее замечание, прекрасное замечание. Оно имеет, к сожалению, давайте так, оно, к сожалению, имеет место. В нашем обществе оно имеет место, оно имеет право на жизнь. И тебе надо что-то ответить ему. И я говорю, слушай, ну, конечно, молюсь так про себя самым. Я говорю, Леша, ты знаешь? Я говорю, ну, я тебя понимаю. Я понимаю, что тебя это, я теперь понимаю, что тебя удерживает от того, чтобы быть искренним, от того, чтобы поверить, от того, чтобы уверовать и так далее, и так далее. Я говорю, слушай, я бы не хотел, чтобы, ну, я сразу тебе говорю, я священник. Я тот священник, ну, я священник, о которых ты сказал только что. Говорю, давай будем разговаривать как бы на чистоту. Я говорю, такое злоупотребление имеет место. Я говорю, ну, неужели оно не имеет места в политике? Неужели оно не имеет места в, я не знаю, в образовании сегодня там или где-нибудь, в военной? Я говорю, что у вас не бывает такого? Тоже бывает. Я говорю, ну, послушай, вопрос не в том... Ну, я говорю, то есть, если бы все это изменилось, ты бы уверовал? Он, ну, как бы да. То есть, причина бы ушла, вы понимаете? А как бы, если нет причины, то почему бы не уверовать? Я говорю, ну, я тебя сейчас огорчу. Я говорю, ты никогда не исчезнет. В смысле? Я говорю, ты понимаешь, что и священник, который так живет, и бабушка, они помогают друг другу таким образом. Он говорит, как? Я говорю, ну, смотри, бабушка, которая смотрит на этого священника, которая, возможно, возможно, в ее голове, ей кажется, что он немножечко... Литературное слово пытаюсь подобрать. Как? Зажрался. Ну, просто литературное слово пытаюсь подобрать, вы поняли? Да, потерял совесть. Спасибо, Саша. Он немножечко потерял совесть, то есть зажрался. Ей в этот момент, вы понимаете, что ей тяжело верить? Кто понимает, что тяжело верить в такой момент? Быть искренней с Богом, правда же? Но если, я говорю, она продолжает идти в церковь, она продолжает, значит, у нее приходит прекрасное состояние или момент, когда она перестает верить в священника и начинает верить Богу. Говорю, разве он ей этим не помогает? Он, ну да, говорю, а теперь давай другой момент. Этот священник смотрит на эту бабушку, и у него постоянное, если он пытается быть искренним хотя бы как, ты понимаешь, что у него есть постоянное мучение, у него ломание внутри его, потому что он понимает, что что-то не так с ним. Вы понимаете, если человек хочет быть совестливым, его обличает что-то. Говорю, ты понимаешь, он ее лечит в этом состоянии, она его лечит. Говорю, церковь это не место идеальных людей. Церковь это место, где неидеальные люди служат друг другу. Понимаете? Неидеальные люди служат друг другу. Ты смотришь на какого-то брата в церкви, а он все время такой. И ты такой думаешь, не, я таким не хочу быть. У нас с женой есть такая шутка, пословица. Когда мы видим, кто-то поступил неправильно, мы друг другу сразу наперебой говорим, вот смотри, как не надо делать. Мы учим друг друга, ну, я не хочу так делать. То есть, я не пытаюсь осудить человека, я говорю себе о том, что я не хочу так делать, чтобы моя совесть не заскорузла. И вот, друзья, возвращаясь к этому, апостол Павел, это честнейший, оказывается, человек, который открывает и говорит, друзья, у меня есть такое состояние, смотрите, когда я верю в одно, а живу по-другому. Но вопрос теперь, является ли это или есть ли это диагноз, то есть, это все, это приговор, это на всю оставшуюся жизнь, хочу сказать вам нет. Но перед этим, давайте разберемся, друзья, в чем же причина, в чем причина, почему так происходит. И я рекомендую нам обратиться к тому же апостолу Павлу, потому что он дает ответ. И на этот вопрос, давайте прочитаем с вами послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, третья глава, с первого по третий стих. Поверьте, я даже не представляю себе, как я об этом все говорил на украинском языке сейчас. Я слабо себе очень сам это представляю. Итак, обращается апостол Павел опять к церкви и пишет, и я не мог говорить с вами, обратите внимание, с кем, к кому это относится? То есть, к кому? К верующим людям. То есть, он адресует это послание к верующим, он говорит, братья, я не мог с вами говорить. То есть, давайте сейчас, ну, проанализируем, друзья. Что тебе мешает? Например, я всегда, для меня, главный критерий, я всегда смотрю на то, что я должен разговаривать с людьми. Если я знаю, что у меня с каким-то человеком нет желания говорить, или у меня есть препятствие, для меня это сигнал. Я не пытаюсь себя оправдывать, я не пытаюсь придумывать, почему это нормально, я иду разговаривать с этим человеком. Я всем говорю, если ты с каким-то человеком не можешь говорить, не можешь позвонить ему, не можешь с ним общаться, ломай себя, иди к Богу, иди к этому человеку. И вот здесь апостол Павел пишет, он говорит, я не мог говорить с вами, братья. Конечно, можно сказать, не искренний брат Павел. Но что он пишет? Он объясняет, почему. Он говорит, как с духовными, то есть, как с людьми, жизнь которых должна соответствовать духовным критериям и стандартам. Правда же? Скажите, пожалуйста, когда ты приходишь в церковь, чего ты не ожидаешь точно? Ты не ожидаешь, что тебя здесь обманут, ты не ожидаешь, что тебя здесь ограбят, ты ничего не ожидаешь. Я помню, когда-то давно, после служения, мы уже женаты были, смотрю, жена плачет, я прихожу, говорю, что случилось? Что произошло? Она говорит, сумку украли. Говорю, как? Говорит, я пришла в церковь, поставила сумку, говорит, поклоняюсь Богу, поворачиваюсь, сумки нету. И это, говорит, я сидела на втором ряду. Вы не ожидаете, когда вы приходите этого в церкви. Почему? Потому что тут, как нам кажется, духовные. Кто такой духовный человек? Это же не человек, вы поняли, который говорит, аллилуйя! Слава тебе, Господь! Ну, вы не ожидаете от духовного. Правда такого? Кто не ожидает от духовных людей этого? То есть, мы говорим, духовный это человек, который тебе не навредит. Правда же? Мы ожидаем этого от врачей, мы ожидаем этого от учителей, мы ожидаем этого от психологов, мы ожидаем этого от священников. И тут апостол Павел, смотрите, что он говорит, друзья, братья, я не смог с вами говорить, как с духовными. У меня не получается. Почему? Он говорит, но, как с плотскими, как с младенцами. Что означает плотской? Мы думаем, иногда плотской человек, это человек, который там прям вообще отъявленный грешник. Нет. Плотской человек, друзья, это человек, внимание, который молится, славит Бога, поет вместе с тобой, потом заканчивается, он тебе анекдоты рассказывает, которые ты в миру иногда их не хотел слышать. Понимаете? Это плотской человек. То есть, это человек, чья жизнь, она реально другая. То есть, это две разные жизни. И апостол Павел говорит, братья, у меня проблема с вами, я не могу с вами так разговаривать. Второй стих, давайте. Я, он говорит, питал вас молоком, а не твердой пищей. То есть, он говорит, я вам проповеди даже уже, ну, прям уже простые, уже разжевывал, уже в клювик заносил вам. Ибо вы еще были не в силах. И он говорит, и теперь, оказывается, вы не в силах. Что здесь, на что обращает внимание апостол Павел? Он говорит, у вас не происходит самой главной трансформации. У вас жизнь не преобразуется в то, во что вы верите. Еще раз повторюсь, у вас жизнь не меняется от того, во что вы верите. Вы понимаете, друзья, что есть в Америке, если я не ошибаюсь, несколько лет назад, не буду утверждать о сроках, можете посмотреть. Это, как бы, достоверная информация в интернете, как бы, написано о ней. Официально зарегистрирована в Америке первая в мире церковь большого макаронного монстра. То есть, его адепты этой церкви, они верят, что существует большой макаронный монстр, который создал всю вселенную. И, так как макароны связаны с друшлаком, они фотографируются на паспорт с друшлаком на голове. Я не прикалываюсь сейчас. Вот просто зайдите прямо сейчас, кому интересно, в интернет, почитайте. Это реальный факт. То есть, человек в это верит и уходит с друшлаком на голове. Ему так нормально, ему это комфортно. Кто-то скажет, вот. Но я бы хотел сегодня, друзья, нас с вами, внимание, обратить на таких людей. Он хотя бы живет, как верит, вы понимаете? Этот человек хотя бы живет, он хотя бы ходит с этим друшлаком на голове. Ты иногда говоришь верующим, почему ты не благовествуешь? Я сейчас тебе объясню. Может, надо тут церковь креститься, что ли? И реально взять и начать хадис к друшлаком на голове? Нет. Это неправильно. Нет. Послушайте, он говорит, я не мог с вами. И теперь, он говорит, не в силах. Третий стих. И он пишет дальше. Потому что вы еще плотские. То есть, он говорит, вы верите, но при этом живете по-другому. Вы верите правильно. У вас есть правильное верование. Знаете, мне иногда, для меня, я когда-то написал книгу, она так называется, «Ты и твоя жизнь». Ты и твоя жизнь. И этот момент, который, я помню, у меня такой поворотной точкой был, есть фильм такой, «Мать Тереза». Там главной ролью актриса американская Оливия Хуси. Кто-то смотрел или нет этот фильм? И если вы помните, там был такой потрясающий момент. У нее уже корпорация, ну не корпорация, а ее благотворительная организация разрослась в мега огромную. Там уже миллиарды долларов просто. И вот идет заседание, как это, совета директоров. То есть, каждый там по направлениям. Он проходит в Нью-Йорке. И она прилетает из Дели, из своих этих трущоб. Она прилетает, или не, не к Дели, у нее где-то в какой-то другой город, как он называется. Забыл, там большой город, огромный. Калькутта, да. Из Калькутты она приезжает в Нью-Йорк. Она собирает, приходит на это совещание, на сбор совета директоров. И там на столе стоят бутылочки воды. Знаете, как на встречу, на деловую встречу. И, значит, ей говорят водичку. Она спрашивает, поднимает бутылку, говорит, сколько стоит бутылка этой воды? И он ей говорит, там, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 2.50, то ли 3 доллара. И она говорит такую фразу. Она говорит, за эти деньги я бы могла целый день, ну, целый день кормить там около 30 или 50 человек. И она здесь делает потрясающий вывод. Она говорит, мы закрываем нашу деятельность полностью и все деньги направляем. Она говорит, все. Эти стоят в шоке. Директора говорят, так нельзя делать. Там, ну, знаете, это не положено и так далее. Она говорит, послушайте, если... Говорит, для чего мы это все делали? Говорит, если вот ради того, чтобы вот так, то оно не нужно никому. Так и здесь, друзья. Для чего я молюсь? Я молюсь ведь не для того, что... Вы думаете, ну, честно, вы думаете, Богу реально нужны наши молитвы? Вы думаете, от молитвы он становится святее, божественнее? Ну, что с ним еще может произойти? Мы сейчас ему как молнулись, у Бога там, знаете, у него прямо IQ подскочил. Самоутверждается такой, знаете, святой. И такой, о-о-о-о, еще давай, вот тут молнись. Нет! Он вообще никак это не влияет, друзья. Что происходит во время молитвы? Молитва это способ. Послушайте, послушайте, давайте будем честными. Сегодня пастор Иван вел нас в молитве за Украину. Я вам гарантирую, сегодня, друзья, кто-то из нас с вами был в отпуске. Пребывая телом здесь, мы были в отпуске. Задача молитвы соединить нашу жизнь и сердце, вы понимаете? Вот в чем смысл этой молитвы, прославления, хвала, поклонения. Что какое-то сегодня не очень было поклонение? В смысле не очень? А каким оно должно быть, скажите? А мне вот это больше там, мне вот металл такой, мне по душе. Так это же не концерт, это же другое, вы понимаете? Смысл, друзья, в том, чтобы мы могли действительно понять, что я, я сегодня плотской христианин, или я действительно верю и живу таким образом. Ибо если между вами, он говорит, есть зависть, споры, разногласия, он говорит, то вы не плотские ли? Ну не плотские ли? Знаете, есть сегодня множество, я их назову в кавычках, искренних христиан, которые искренне тебе в глаза говорят, что они любят, и за глаза они про тебя сплетничают. Но вы же понимаете, что это, друзья, это не есть христианство. Это вообще не есть христианство. Это есть плотская жизнь, в которой ты просто еще играешь духовную роль. Освоил. Обычно к третьему году мы уже знаем с вами, как правильно себя вести в церкви. Какие песни петь и так далее. Почему, друзья? Он говорит здесь, и не по человеческому ли обычаю вы поступаете? Этот же апостол Павел. Напомните, какие слова перед этим мы читали апостола Павла? Что он говорит? Доброе, чего хочу делать? Не делаю. Плохое, чего не хочу делать, делаю. Смотрите, он выносит себя. Он говорит, друзья, я, вот, к сожалению, на данный момент, у меня есть сожаление об этом. Или вы думаете, он эти слова сказал? А вы знаете? А вы знаете? Я вот тут такой, я молодец. Я тут злое не хочу делать, делаю. А? А? Могу? Силен? Он же не так это пишет. Он пишет, мы читаем в контексте о том, что это сожаление. Он говорит, я сожалею об этом. Мое сердце сокрушается об этом. И здесь, как вы думаете, он что, обличает их? Нет, он говорит, друзья, я просто хочу открывать вам правду о вас самих. Смотрите, читайте, видите. У вас проблема. О, апостол Павел, ты понимаешь, ты не видишь всего контекста. Давай я сейчас тебе расскажу истории. И мы, что люди делают, когда пытаются рассказать истории? Они пытаются одеть нас в свою одежду. Они пытаются сказать в этот момент о том, что, ну, нормально, делай так, поступай так. Это ничего страшного. Вот на это ты имеешь право. Вот за это можно было отрубить голову, а за другое не надо. Нет, друзья, оно так не работает. И, друзья, то есть буквально я назвал себе так. То есть попытка христианина жить жизнью по плоти, но при этом пытаться жить с Богом, послушайте, она изматывает изнутри, и человек не может прожить так долго. Она тебя изнутри ломает. Знаете, почему апостол Павел написал это признание? Что доброе, чего хочу делать, не делаю, а плохое, чего не хочу делать, делаю. Это, друзья, это он выносит в свет, он выносит перед всеми, он говорит, у меня проблема. Он выносит это, он выносит этот момент. Если этого не сделать, тебя изматывает изнутри. У тебя возникает вопрос. Зачем? Зачем? Ну, к чему этот аскетизм? Зачем это все нужно? Кому это все надо? Прославление. Знаете, некоторые люди, они к 10-му году своей веры, они на прославление уже не приходят. У них все нормально уже, я уже все песни знаю. Вы меня уже, как бы, можете отправлять меня на сцену, я все песни по памяти спою. Мне даже экран не надо. Я вас удивлю, я тоже песни по памяти петь умею. Но это не исключает того, что я эту песню пою как будто впервые, потому что это не песня, которую я пою. Это не этот самый, как она? Муси-муси-пуси-пуси-пуси, миленький мой. Это не эта песня, друзья. Это не просто, потому что тебе что-то на языке вертится, и ты не можешь ее допеть, и тебе надо допеть. Знаете, такое? Там, аллилуйя, аллилуйя. Да отвали. Аллилуйя. Ну, нет. То есть это совершенно другое. Это действие, это священно действие. Друзья, начало служения, это священно действие. Общение с братьями и сестрами, это священно действие. Прославление, это священно действие. Поклонение, это священно действие. Молитва, это священно действие. Проповедь, это священно действие. Даже попрощаться, это тоже священно действие. Вы понимаете, друзья? Это тоже священно действие. Это как в семье. Муж, который дарит жене цветы, это же не просто формальность. Так, что у нас по расписанию? Так, сегодня 19-го, ага, я тебе дарил 4-го, значит, еще через 8 дней надо подарить. Это же не жизнь, вы понимаете, друзья? Это же не жизнь, жизнь, это когда ты, то есть, ты проживаешь, ты там, ты вот в этом моменте, ты внутри, ты в содержании того, что ты делаешь. И он говорит, друзья, друзья, апостол Павел разворачивает, говорит, слушайте, вы плотские, у вас есть ссоры, у вас зависть, у вас распри, у вас разделения какие-то, вы постоянно что-то, а я то, а я это, а я то. Знаете, есть христиане, которые, ааа, я лучше, чем он, ааа, я пою лучше, чем он. Да в этот момент ничтожно, что ты делаешь, вы понимаете вообще это? Оно ничтожно, то есть, ты умножил, что бы ты ни сделал, в этот момент ты произвел духовно-арифметическое действие, умножение на ноль. Скажите мне, двадцать умножить на ноль и сорок миллионов умножить на ноль. Какой результат? Точка. Оно не работает, оно не действует. Оно не действует. Вот почему апостол Павел этот же пишет, он говорит, если я любви не имею, то что? Видите, прекрасно знаем эти слова. Одеваем их на себя сегодня. Одеваем их на себя. Одеваю их на себя утром, одеваю их на себя вечером. Послушайте, еще раз. Есть распространенное такое заблуждение, назову. Все люди думают, что христианин это человек, который точно не плоской. У него вообще все должно быть идеально. Поэтому мы собираемся с вами, как церковь, друзья. Знаете, для чего? Почему? Чтобы понять, что это не так. Чтобы понять, что пока это еще не так. Чтобы увидеть. Мы разные с вами люди. И это есть благословение. Господь это благословение дал, чтобы мы с вами понимали, на самом деле, какова наша жизнь. Итак, друзья, есть четыре состояния людей, четыре состояния жизни. То есть, сталкиваясь с этой проблемой, верующие находят для себя четыре таких основных базовых пути, которые я для себя так нарисовал и хочу вам их обозначить, дать вам их. И это, к сожалению, это печально. Первый путь, друзья, это когда человек пытается продолжать жить по плоти, но при этом играет духовные роли. Знаете, такой-то. Посмотришь на человека, думаешь, боже мой, мать Тереза по сравнению с ним дьявол. Такой, знаете, такой блаженный. Да, братик. Да, братик. Конечно, братик. Конечно, братик. И ты сидишь такой. Я иногда, знаете, есть некоторые... Я иногда, ну, я священник, я иногда с некоторыми общаюсь с людьми верующими. Думаю, боже мой, я вообще не верующий. Ну, я так часто аминь не говорю. Или аллилуйя. Я не говорю так часто их. Я думаю, боже мой, может, я не верующий какой-то рядом с ним. То есть, знаете, это такая вот плотская... А потом по делам смотришь, думаю, не, нормально, свой человек. Тоже плотской. Тоже еще, знаете, еще в туалет ходит. Я как-то помню одного такого духовного, как-то обрезал. Так, вообще. Ну, не обрезал, прям, я приземлил человека. А потом думаю, может, не надо было делать. Жил человек себе в самообмане, да и жил. Я ему говорю, слушай, ты, дорогой ты мой человек, который ходит на небесах и питается тучками. Розовыми облачками. Говорю, Иисус Христос ходил в туалет и по маленькому, и по большому. Та-дам! Говорит, такого не было. Так у него, друзья, он же человек был написано. У него была бы там полная блокировка кишечника, вы понимаете? То есть он это все делал, друзья. Не надо играть духовную роль. Не надо ее играть. Это как, знаете, это вот я недавно, насущный пример, знаете, я недавно, кто смотрел это не интервью, а это видео, где Путин говорит, я не понимаю, зачем обстреливать мирных населений, жилые кварталы, гражданские дома. Они сегодня, вот вы не знаете, кто может что-то успел посмотреть, они вольнули сейчас по центру, говорят, в драмтеатр или куда-то вольнули в Чернигове. Там куча трупов. Искандером. Вот сейчас, вот шло поклонение у нас когда. И ты когда смотришь, тебе противно от самой этой, потому что ты понимаешь, что это игра, это фальшь, это неправильно. Точно так же, друзья, когда человек, живущий по плоти, пытается играть духовную роль. Но некоторые верующие выбирают себя так. Он говорит, ну окей, ну раз я добрый, чего не хочу делать, ой, чего хочу делать, не делаю, злой, а чего не хочу делать, делаю, то я буду делать так, чтобы все думали, что я белый и пушистый, и все будет хорошо, и все будет нормально, и у всех будет со мной в порядке. Нет, все равно рано или поздно об этом как бы узнают все. Второй пункт, второе, точнее, состояние, это когда люди сознательно дистанцируются от реальной жизни, чтобы никто не увидел ее настоящей. То есть, знаете, есть такая жизнь, тайна за семью печатем. Я помню, у нас была как-то одна сестра в церкви, я вот до сих пор, никто не знает, где она работала. Вообще никто. И я знаю, у нее кто не спрашивал, а где ты работаешь, там, лидер домашней группы спрашивает, где ты работаешь, она, это не столь важно. Я работаю там вот тут, и знаете, такое, ну не то, что интересно, ты уже сидишь и думаешь. Ну да, смутные сомнения начинают мучать меня, понимаете, когда человек не раскрывает ничего. Знаете, вот такая тайна за семью печатями. Ну как ты в семье, у меня все хорошо, а вы с мужем живете, у нас все отлично, а как это, все хорошо, а я давно не видел, нормально все, а как ты, все хорошо. Знаете, вот такое дистанцирование. Знаете, для чего? Потому что ты понимаешь, реальная жизнь другая. Ну, все, и ты пытаешься просто вот дистанцировать, всех, знаете, изолировать, но это невозможно. Был когда-то один из президентов американских Ральф Уолдом и Эмерсон, он сказал, ты можешь обманывать всех людей, но ограниченное число времени, количество. Ты можешь обманывать ограниченное количество людей все время, но ты не можешь обманывать всех людей все время. Рано или поздно это вылезает наружу, понимаете? То есть не надо делать эту тайну. Третий способ, как люди пытаются маскироваться, оправдывание своей плотской жизни выдуманными библейскими принципами. О, Боже мой, я вообще это не люблю, честно. Это когда, вот помнишь, пастор Иван, мы недавно рассуждали об этом, ехали вот в поездки и разговаривали об этом. Это когда люди начинают придумывать библейские теории, которые оправдывают их. Ну, это вообще так нельзя делать. Вы понимаете же, друзья, что грех это грех? Ну, кто согласится или нет? Грех это грех, убийство это убийство. Ну, оно так есть. Нельзя создавать подмену понятий. Когда мы под себя начинаем там подстраивать, и ты потом смотришь, как я слушал одного проповедника, ну, учителя, Слово Божие, не проповедника, учителя, он такой, ну, говорит, вы знаете, мне кажется, что вот тот человек, он сам не может повторить, во что он верит. Говорит, он верит в то, чего он сам не понимает, и повторить не может. Но он в это верит. Это абсурд, друзья, так не бывает. И есть четвертое состояние, или четвертый способ. Это способ, друзья, который нам показывает апостол Павел в этом стихе. Это путь, друзья, христианина от неудачи к неудаче, но с продолжающимся стремлением идти за Богом во что бы то ни стало. Если кто-то вам скажет, друзья, о том, что, знаете, есть такое место из Писания прекрасное. Кого сына освободит, тот воистину свободен. Кто слышал его? Прекраснейшее место из Писания. Если вы возьмете это место из Писания, некоторые берут, и они говорят, если меня сын освободил, все, у меня нету в жизни греха. Я говорю, так ты украл. Говорят, это не грех. Говорят, в смысле? Ну, Господь не вменяет это мне в грех, значит, это не грех. Я говорю, а почему тебе он не вменяет, а грешнику вменяет? А я живу верой. Я говорю, не, 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 я говорю, дружище. Так оно, говорю, не работает. Но оно так не работает никак. Послушайте, друзья, когда-то один мудрый человек, премьер-министр Великобритании, который при том, что он курил и безбожно пил, тем не менее озвучил прекрасную мысль. Он сказал так, говорит, что успех – это движение от одной неудачи к другой, но с постоянно нарастающим энтузиазмом. Прекрасная, ну, прекрасная. Вот слушайте, честно говорю, он, он, Черчилля, говорят, Черчилля, у него только есть одна фотография, на которой он не курит сигару. Потому что его, как они, библиографы, те, которые, ну, его биографию писали, они говорят, говорит, единственный момент, когда, говорит, он не держал сигару во рту, когда он пил виски. Ну, просто человек, вы поняли, он просто тупо себя уничтожал. Но при этом выдал нормальную фразу, хорошую фразу выдает. Так и я хочу сказать, жизнь христианина, друзья, это не ходьба по розовым облакам. Жизнь христианина, настоящая, реальная жизнь христианина, это когда ты от одной неудачи к другой, но ты встаешь, ты поднимаешься и так далее. У меня вопрос. Как вы думаете, кому написано это место из Писания? Вот давайте прочитаем, сейчас, притча Соломона 24, 16. Притча Соломона, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые падут в погибель. О чем здесь идет речь вообще? Что праведники, оказывается, не падают уже теперь у нас? Он встает. Что заставляет его подняться? Его заставляет подняться то духовная жизнь. Он падает, но он встает. Смотрите, апостол Павел говорит, я доброе хочу делать, но не делаю. Разве это не падение? Падение. Он говорит, я злого не хочу делать, но делаю. Разве это не падение? Тоже. Но он все равно продолжает вставать. Он все равно продолжает идти. Друзья, это самый правильный способ жизни, или, ну, я не знаю, путь, наверное, христианина, путь христианина, в котором нужно идти. Итак, друзья, на первый взгляд кажется, что все выглядит достаточно сложно и печально, но, но, у Бога есть ответ. Но перед тем, как перейти к этому ответу, я еще раз хочу тему проповеди, друзья. Тема проповеди. Вопрос к вам. Так все-таки, что же здесь написано? Если ты христианин, и ты говоришь, не учите меня жить, у тебя проблема. Потому что твоя проблема, ее суть скрывается в том, что ты просто прячешься. Нет. Ну, я еще раз говорю, друзья, если, наверное, есть какой-то апостол, или какой-то служитель, один из служителей величайших, апостол Павел, и он пишет, говорит, ну, у меня такое. Я не, я не точно, я не считаю себя лучше его, поэтому я здесь читаю только одно, вот так вот, ну, научите меня жить. Что значит научите меня жить? Это не значит, что я глупый, не, не, ну, тупой, простите. Нет. Это означает о том, что моя жизнь, я знаю, я осознаю это о том, что она реально отличается иногда от того, что я верю, но это прелесть, потому что в этой прелести я могу быть честный с Богом. Давайте откроем послание римлянам, опять же, тот же апостол Павел. Римлянам, 8 глава, 24 по 26 стих. Прекраснейшее место из Писания, которое, друзья, кстати, надо научиться читать и понимать, разбирать его. Смотрите, 24 стих. Ибо мы спасены, видите, спасены прошедшее время, да? То есть я получил свое спасение, но дальше здесь написано в чем? В надежде. Мы спасены в надежде. Я для себя выделил это, вот написал. Что означает мы спасены в надежде? Это означает о том, что я спасен верой, и я устремляюсь в надежде к тому, что я спасен, или Бог говорит обо мне, я устремляюсь. Буду ли я на этом пути падать? Нужно ответить себе честно, да. Да, ты будешь падать. Да, твоя жизнь будет отличаться. Но надежда, помните написано, надежда не постыжает никогда. То есть надежда должна оставаться, и об этом пишет апостол Павел. Он говорит, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Зачем надеяться? Если у тебя уже все классно, если я уже все, у меня уже жизнь, я христианин, у меня уже все хорошо. Нет. И это реальная проблема, друзья. Дальше. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда что делаем? Ожидаем в терпении. Если у тебя все хорошо, зачем терпеть? Что терпеть, давайте так? Или о чем терпеть? Что ты терпишь? Если у тебя все нормально, если у тебя все классно, что ты терпишь? Знаете, я хочу вам сказать сегодня, открыть одну такую, может быть, не самую приятную, и, может быть, для кого-то даже ужасную тайну. Я хочу сказать, и хочу сегодня в нашей церкви, по крайней мере, заложить такой фундамент или кирпичик, чтобы этого не было. Друзья, послушайте, иногда возникает такое ложное впечатление. Вот мы, когда с женой, мы ведем проект «Учебная анатомия», и мы рассказываем о семье. И мы всегда с женой, мы договорились в самом начале, мы будем приводить примеры о своей семье. И мы приводим примеры как хорошие, так и не всегда, правда же? Мы приводим примеры не самые хорошие, ну, где мы ошиблись. Такое тоже бывает. Для чего мы это делаем, я вам хочу сказать. Есть у некоторых верующих такой называется синдром супермена. Что такое синдром супермена? И когда ты смотришь, или кто-то думает, ну, вы же пастор. Знаете, иногда такое впечатление, что пастор – это человек, у которого там, знаете, прямо вообще, он чуть ли не, знаете, у него там открывает один глаз, там, проекция идет там тронного зала, второй глаз открывает у него. Ну, послушайте, я тоже человек. Я не страдаю синдромом супермена. Я поэтому говорю, я не супермен точно. И иногда некоторые верующие начинают страдать синдромом супермена. У меня возникает сразу вопрос. Если то, во что ты веришь, ты так прямо и живешь, и ты всем это транслируешь, то ты же понимаешь, что однажды они увидят правду. Однажды они увидят правду, и эта правда может быть другой. И тогда у тебя проблема, и у них тогда проблема. Потому что они были убеждены, уверены, что ты супермен. Нет, это не значит, сразу хочу сказать, я не подвожу к тому, что у меня нету никакой двойной жизни. У меня, слава богу, одна жена, слава богу, с ней женат, с ней живу, с ней хочу и как бы состариться. Мне это нравится. У меня мои дети, церковь, я нормально живу. Но это не означает, друзья, о том, что я прямо, знаете, такой весь, все, весь в соответствии. Ну, я человек. Знаете, есть одна из страшных пыток. Кто знает, какая одна из самых страшных пыток для людей? Отсутствие сна. Я вам хочу сказать, когда я двое суток не посплю, то я не всегда бываю пастор. А я не знаю, как у вас, но я прям, ну, знаете, кто не спал когда-то две ночи, знаете, что это такое? Это просто, ты вот стоишь, меня в этот момент, меня все напрягает. Иногда бывает, к вечеру подходишь к этой двери дома и все, уже вот так. Я иногда вечером, мне хочется, чтобы Артур просто сел тихонечко и сидел в углу. Потому что я устал. И это нормально. Это естественно, вот так скажу. И я не пытаюсь сказать, что у меня этого нету. Поэтому, друзья, еще давайте дальше, 26 стих. Так же и Дух подкрепляет нас. Ой. А как же тебя подкреплять, если у тебя немощей нету? А что же тебя подкреплять тогда? Что тогда подкреплять, возникает вопрос, если у тебя нет немощей? У меня все хорошо. Как дела? Все классно. Ну, камон. Ну, зачем это? Вы понимаете, плохая мина при плохой игре. Ибо мы не знаем, о чем молиться иногда, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. Ты иногда даже не знаешь, о чем молиться. Иногда бывает момент внутри, все классно, вроде бы все хорошо, а внутри неспокойствие. И в этот момент ты понимаешь о том, что, послушай, твоя жизнь, она не всегда бывает правильной. Она не всегда бывает хорошей. Еще раз повторюсь, друзья. Если ты говоришь, не учите меня жить, все, ты начал играть роль. И это ужасное состояние христианина. Потому что в этот момент ты перестаешь быть христианином. Ну, я не хочу буквально это как теологию, вы поняли? То есть, все, в этот момент там Бог вычеркивает тебя с книги жизни. Нет. Не об этом речь совсем. Совсем не об этом. Речь идет о том, что в этот момент у тебя очень пограничное состояние, в котором ты не понимаешь уже, кто ты, где ты и как ты. И что у тебя вообще в жизни происходит. Ну, да, вот так. Итак, друзья. Как же практически упорядочить, согласовать свою духовную реальную жизнь? Хочу дать быстро вам уже заканчивая сейчас. Извините, что я сегодня чуть долго. Ничего, нормально? Терпимо еще? Я могу на следующую проповедь перенести практические советы. Давайте дам быстро практические советы. Пройдусь по ним сейчас быстро. Итак, первый, можно помогите, пожалуйста, слайды. Вот мы сделали. Первый, друзья. Первый. Осознание своего и признание несоответствия. То есть, тебе необходимо. Нам нужно признавать о том, что у нас есть проблема. Иакова 5.16. О чем нам говорит? Что надо делать? Признавайтесь. Зачем признаваться, если у тебя все хорошо? Я вот не понимаю, честно. В чем я должен признаваться? Знаете, братья и сестры, хочу вам сегодня признаться. А я ведь молодец. А я ведь молодец. А вы знаете, что я молодец, молодцы всех вас сегодня. Признаюсь, каюсь, грешен. Таких молодцов, к сожалению, не видите вы больше. Ну, вы понимаете, друзья? Что я вот здесь написал? Как осознать, как признать? Первое. Дух Святой, твоя совесть. Мы тоже об этом будем говорить. В Библии написано, что совесть в Духе Святом должна тебе говорить об этом. Она говорить тебе должна, когда у тебя есть что-то не то. Она должна тебе это говорить. Второе, друзья, Слово Божье. Слово Божье читать нужно не для того, чтобы оправдывать свои доктрины, послушайте, или наизусть цитировать места из Писания. Слово Божье, Библия говорит, на себя одевать в первую очередь нужно. Для себя его читать надо. Третье, друзья, пасторы церковь. Что сегодня происходит? Сегодня Бог здесь учит нас реальной жизни. Ну, вот так вот. Вот оно так, извините. Следующее. Семья. Видите, что я там написал? Они точно знают твою жизнь. Вот там ты уже спектакли не сыграешь. Вот ты не сыграешь уже никаких там спектаклей, вы понимаете? И не надо их играть. Лучше стой и кайся, если надо. И последний пункт я написал, братья и сестры. Друзья, помышления плотские, суть смерть, а помышления духовные, жизнь и мир. Что означает помышления плотские? Это когда я начинаю придумывать, как мне оправдаться. Это смерть. Они приведут тебя в никуда. Но когда ты понимаешь о том, что окей, это неправильно. Это бывает порой сложно признать. Поверьте, я тоже это понимаю. Сложно бывает порой это признать, что у тебя проблема. Порой это сложно. Но лучше признать это. Потому что когда ты признаешь, у тебя есть шанс. Следующий пункт. Второй. Как практически упорядочить, согласовать свою духовную жизнь? Искренне определи и ответь самому себе, какая жизнь на самом деле главенствующая в твоем сердце. Знаете, вот это такой момент, когда, знаете, мы говорим, три пишу, а пять в уме. Вот такая христианская жизнь. Ну, честно. Ну, как бы объяснить вам. Ты обманул человека. Он приходит и говорит, так ты же меня обманул. Ты говоришь, так я и не вру, тебе обманул. Ну, это же не искренность, друзья. Просто не обманывай. И нужно признать самому себе, нужно принять тот факт, у меня есть проблема. Знаете, я как-то читал одного психолога, и психолог говорит, кстати, это, возможно, кому-то из вас сейчас поможет во время войны даже. И он говорит, один из самых сложных шагов в жизни или на пути человека к исцелению, знаете какой? Пора говорить, назвать вслух свою проблему. Некоторые люди, мы никогда в жизни не можем этого сделать. Мы не можем сказать. Вот знаете, сесть от нас и сказать, человек не может. Я обманщик, я вру. Мы не можем этого сказать. Почему? Потому что это сложно. Это потому, что тебе нужно произвести в этот момент, что у тебя трагедия, это проблема. А заметьте, Акова 5,16, он везде по всей Библии говорит, признавайтесь, признавайтесь, открывайте. Он везде об этом говорит. А это сложно. Третий пункт, друзья, третий пункт. Начни реально вкладывать в духовное. То есть, непрестанно закладывая фундамент молитвы, откровение Слова Божьего и служение Богу в свою жизнь. Послушайте, единственный способ, как можно победить плотское, это если ты взращиваешь духовное. Некоторые говорят, я сначала убью плотское, а потом начну взращивать духовное. Не выйдет. Кто помнит, как Бог дал секрет, он говорит, как победить тернии. Он говорит, давай вырывать эти тернии, бурьяны. Как он сказал? Говорит, оставь их. Но, что он дальше говорит? Взойдет пшеница, она будет такая густая колоситься, что она не будет пропускать солнечный свет, и эти бурьяны сами засохнут. Друзья, если вы хотите победить плотское, единственный, единственный, неправильный, единственный способ это вкладывать в духовное. Вкладывать в духовное. Знаете, есть некоторые люди, которые, их уже духовность, она выше молитвы. Что у вас там? А, сегодня пост и молитва. Нет, у меня нормально, все в порядке. Нет, у тебя не все в порядке, значит. Первое, ты должен, то есть будь участником этого. Будь участником молитвы. Будь участником Библии. Будь участником служения. Будь участником. Будь участником этого. Делай, пойми, осознай, увидь себя. Вы знаете, я думаю, что однажды, может быть, как-то нужно всей церкви просто выйти на евангелизацию. Когда ты стоишь, и ты видишь человека, которому нужно Слово Божие, и ты ветерок подул, я пошел. Тебе нужно понять, у тебя проблема. Ты не вкладывал, значит, себя в это. Четвертый пункт. Не будь одиноким парусником. Я хотел написать, одинокий волк потом думает. А нет, одинокие парусники. Позволь Богу подсказывать тебе через твою прозрачную, подотчетную жизнь. Вы знаете, друзья, когда твоя жизнь прозрачна и подотчетна, ты не будешь одиноким парусником. Вы знаете, где кладбище всех одиноких парусников? Сказать вам где? Там, где штиль. Штиль. Все, там нет ветра. И там, где нет ветра, парусники, они там умирают. А нет ветра, друзья, это когда в твоей жизни все стало как бы тихо, все стало спокойно, ничего не происходит. Смотрите, Иоанна, опять читаю, первое, третье. Ибо я весьма обрадовался, когда что? Пришли братья и, знаете, что они сказали? И рассказали всю правду о тебе. Потому что они знают и видят правду о тебе. Видите, что сделали братья? Какие нехорошие сплетники, они пришли и рассказали обо мне. Он говорит, они пришли и о тебе рассказали, все. Друзья, таким образом ты никогда не будешь одиноким парусником. И последний, пятый пункт, пятый пункт, последний. Всегда вставай и вновь продолжать жить жизнью с Богом. Послушайте, какая бы у вас не была жизнь, какая бы она у вас не была, вы всегда иногда будете падать. Это нормально. Это нормально в жизни с Богом. Не позвольте никому вас обмануть, скажут, что все, у тебя теперь все классно. У тебя теперь все хорошо. Так оно не работает, друзья. Оно не будет так работать никогда. Я в конце хочу ободрить вас такой мыслью. Записал ее себе. Хочу ободрить вас ею. Я написал вот так. Всегда возвращай свое сердце к этому стиху. Помните, третье послание Иоанна, первая глава. Всегда возвращай свое сердце к этим стихам, чтобы твоя реальная жизнь с Богом, она была сильна своей чистотой и святостью. Всегда возвращайте, полюбите эти стихи, друзья. Давайте полюбим эти стихи. И тогда вы увидите, как изменится и преобразится не только ваша реальная жизнь, и не только духовная жизнь. То есть вы увидите, как они вместе начнут приносить плод. У вас будет плод. Вам будет интересно с Богом. Интересно. Вы понимаете? Вам не скучно будет с Богом. Давайте каждый мы сегодня склоним свою голову и поговорим сейчас с Богом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарны Тебе, любим Тебя, славим Тебя, благословляем Тебя, Господь. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня Ты учил нас, Ты научаешь нас, Господь. И по-прежнему Ты продолжаешь нас учить. Господь, в эти два месяца, Боже, мы будем слышать Твое Слово. И сегодня мы слышали Твое Слово. Мы молились и доверялись Тебе, Господь, что Ты будешь растворять его Духом Святым в наших сердцах. Молимся Тебе, Господь, чтобы Ты сегодня это совершал во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, так какая же была тема проповеди? Аминь. Сами читайте, сами решайте.